Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала Актер Юрий Яковлев Суханов. Да, за словом вы в карман не лезете, пробурчал бы Роу. Но как быть с отпечатками пальцев? Что-то не верится, чтобы такой тип, как Бронсон, расшвыривал по верандам свои бумажники, набитые долларами. А теперь еще это. Вы понимаете, как это все для вас выглядит? Я же говорил вам, что это покажется липой. И все же давайте исходить из того, что я пока в здравом уме, коль скоро у вас нет доказательств противного. Итак, неужто я такой идиот, что попытался бы заткнуть рот незнакомому парню, когда речь идет об убийстве? Да, кстати, уж не заявил ли этот придурок, что я просил его держать язык за зубами. Мы все тут придурки. Но попробуйте сказать придуркам присяжным, что раздаете направо и налево десятидолларовые бумажки, чтобы посмеяться. Как это понимать? Возмутился я. При чем тут присяжные? Эти честные и уважаемые люди. Вы в своем уме? Капитан покосился на меня и потер шею. Я вовсе не млею от предвкушения приговора, который вам вынесут присяжные, Годвин. Я даже не питаю никакой злобы ни к вам, ни к вашему толстяку, несмотря на все ваши выходки. И мне плевать, сколько денег вы выжмете из зосгуда. Но раз уж я взялся за дело, я доведу его до конца. Зарубите себя на носу. Валяйте, доводите. Я и собираюсь. И уж будьте уверены, больше от меня не ускользнет ни одна мелочь. Вульфа я, конечно, допрошу, но пока я спрашиваю вас, вы будете отвечать или нет? Господи, да я уже охрип. Ладно. У меня есть бумажник с вашими отпечатками и еще банкнот, который вы всучили служителю. Вы скажете, наконец, что вы взяли у Бронсона и где это находится? Вы толкаете меня на ложь, капитан. Ну что ж, толкну посильнее. Сегодня утром Бронсон в вестибюле отеля заказал телефонный разговор с Нью-Йорком. Помощник шерифа подключился к параллельной линии и услышал, что Бронсон рассказал своему собеседнику в Нью-Йорке, что некий Гудвин избил его и отобрал расписку. Но он, Бронсон, все равно не отступится. Что вы на это скажете? Вот дают, восхитился я. Здорово сработано. Теперь нью-йоркским полицейским осталось только изловить таинственного собеседника, подвергнуть допросу с пристрастием и... Спасибо за совет. Что это за расписка и где она? Я покачал головой. Видно, помощник шерифа ослышался. Возможно, обидчика Бронсона звали Дудвин или Гольдштейн, а может, Димаджо. Как бы я мечтал врезать тебе по физиономии. Боже, какой бифштекс бы я из тебя сделал. Бэр Роу тяжело вздохнул. Ты расколешься или нет? Мне нечего больше сказать. Бэр Роу повернулся к своему коллеге. Билл, судья Хатчинс сейчас у себя наверху. Сбегай к нему за ордером на задержание Арчи Гудвина и пошевеливайся. Время поджимает. Я удивленно вскинул брови. Бродяга слов на ветер не бросал. Каковы условия обитания, поинтересовался я. Сносное. Правда, немного тесновато из-за ярмарки, но в любой миг, как только решишься поболтать по душам, вернулся посыльный с ордером. Я попросил разрешения взглянуть на документ, и мою просьбу уважили. Бэр Роу забрал бумагу и предложил мне следовать за ним. Сопровождаемый полицейскими, я прошел по коридору до двери с табличкой «Старший надзиратель». В комнате, чуть более опрятной, чем только что покинутая, за столом, где среди разного барахла торчала одинокая ваза с цветами, сидел заспанный надзиратель. Важный свидетель по делу Бронсона представил меня Бэр Роу. Его уже обыскивали. Я загляну завтра утром. В любое время дня и ночи, когда он захочет меня видеть, пошли за мной. Надзиратель взглянул на меня и гоготнул. Зря ты не оделся скромнее, приятель. В нас тут прескверно по части коммерденеров. Глава семнадцатая Тюрьма определенно была памятником старины. Видимо, под нее отвели целое крыло первого этажа здания прокуратуры. Камеры располагались по обе стороны длинного коридора. Моя была третья от конца. Моим сокамерником оказался длинноносый кореглазый парень в синем костюме и с густой копной ухоженных волос. Меня привели около шести часов, и я сразу заметил, что парень сидит и расчесывает шевелюру. Тусклый свет, проникавший из крохотного оконца под потолком, создавал довольно мрачную обстановку. Мы обменялись с длинноносым приветствиями, и он продолжал причесываться. «У тебя есть карты или кости?» – спросил он друг. «Нет». «Отобрали? На ярмарке работал. Никогда тебя здесь не встречал. Не мудрено. Я присел на куйку, покрытую грязным серым одеялом. А ты работал на ярмарке?» «До вчерашнего дня. Играл в скорлупку. Есть хочешь? Проглотил бы чего-нибудь. Здесь кормят в пять. Обычные помои. Но если ты хочешь жрать и при бабках...» «Валяй». Он подошел к двери, три раза постучал по прутьям железной решетки, выждал секунду и постучал еще дважды. Через минуту послышались неторопливые шаги. Когда они приблизились к нашей камере, мой новый приятель в полголоса и не таясь окликнул. «Здесь тощий». Я засеменил к двери. Это был не тот надзиратель, что доставил меня сюда, а долговязый, жилистый и худой как щепка персонаж с кадыком размером с гусиное яйцо. Я вынул бумажник Нировульфа, достал два доллара и попросил два сэндвича с ветчиной и шоколадное яйцо с хреном. Он даже глазом не моргнул. Но, взглянув на купюры, покачал головой и сказал, что этого мало. Я расстался еще с парой долларов, добавив к заказу вечерние газеты. Четверть часа спустя, когда он вернулся, я успел подружиться с моим соседом. Его звали Безил Грэхэм, и его познания об окружных тюрьмах были потрясающими. Я разложил сандвичи на газете, которую расстелил на койке вместо скатерти. Когда был проглочен последний кусок, Безил сделал предложение, которое на корню погубило бы нашу зарождающуюся дружбу, если бы я его принял. Его приготовления были простыми, но интригующими. Он вытащил из-под своего одеяла три чайные ложки и маленькую горошину, затем осведомился, можно ли воспользоваться одной из моих газет. Я кивнул. Положив газету на пол, он уселся на нее и разложил перед собой ложки. Под одну из них он поместил горошину и дружелюбно посмотрел на меня. Я просто показываю тебе, как это делается, сказал он. Это поможет нам скоротать время. Иногда глаз оказывается быстрее, иногда рука. Здесь испытывается невезение, искусство. Твой глаз против моей руки. Возможно, ты победишь, но давай попробуем. Это несложно. Под какой ложкой горошина? Я ответил и угадал. Его проворные пальцы опять забегали. И вновь я угадал. Потом проиграл. Потом выиграл три раза подряд. Он засуетился и напустил на себя недовольный вид. Хватит, Безил. Я покачал головой. Я не такой уж умник, но зато отчаянный скряга. К тому же деньги, что ты заметил в бумажнике, не мои. Но даже будь они моими, я все равно жуткий жмот. Но попробовать-то стоит. Я только хотел. Я упрям, как стадо ослов. Он весело спрятал ложки и горошину, и дружба была спасена. В камере начало темнеть и вскоре включили освещение, от которого стало еще мрачнее. Газету с кричащими заголовками об убийстве на ярмарке можно было читать лишь вблизи дверной решетки, через которую просачивался свет из коридора. Поэтому скоро я отказался от этого вредного занятия и посвятил себя Безилу. Он явно был неплохой малый. Его схватили в первый же день работы на ярмарке и приговорили к солидному штрафу. Мои часы показывали без 10 и 8, когда вновь послышались шаги, ключ повернулся в замке и дверь распахнулась. Надзиратель, которого я видел впервые, произнес «Годвин, к вам пришли». Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня, запер дверь и указал направление по коридору. В комнате сидели трое. Деланно суровый Нира Вульф, хмурый Фредерик Озгуд и встревоженный Надзиратель. Я поздоровался. «Пойдем, Олли, подождем снаружи», сказал Озгуд. Надзиратель что-то промямлил насчет правил, Озгуд вспылил, и они вышли. Вульф разглядывал меня, поджав губы. «Но!» – осведомился он. «Где были твои мозги?» «Давайте!» – с горечью начал я. «Топчите ногами раненого пса!» «Но при чем тут мозги?» «Отпечатки, а не мозги!» «Отпечатки моих пальцев на бумажнике!» «Да, я подкупил этого болвана десятью долларами Джимми Пратта. Это я вам когда-нибудь объясню, если меня не сгноят в темнице. Самое же главное, как утверждает полиция, что сегодня утром Бронсон говорил кому-то по телефону, что некий Гудвин избил его и отобрал расписку. «Вам приходилось слышать большую чушь!» «Но они не считают меня убийцей, только думают, что я что-то скрываю!» «Конечно, если бы я и впрямь забрал у Бронсона расписку, и им удалось ее найти...» «Раз ты у него ничего не брал, они ничего не найдут!» «Да, кстати!» Он полез в карман и достал мой бумажник. Я внимательно осмотрел его, убедился, что внутри нет ничего лишнего и засунул к себе в карман. «Спасибо! Легко нашли его?» «Да, все оказалось просто. После вашего ухода я рассказал мистеру Оделу о моем разговоре с Бронсоном, то, что счел важным для него. Когда он ушел, я позвонил в прокуратуру, но ничего выяснить не сумел. В конце концов, я дозвонился до мистера Озгуда, и ко мне пришла его дочь. Ее тоже допрашивали, хотя и не столь пристрастно, как мистер Озгуд. «Он трудный человек. Почему-то он вбил себе в голову, что ты устроил встречу его дочери с племянником мистера Пратта. Будь осторожен, когда он придет. Вдруг ему взбредет наброситься на тебя с кулаками. Он пообещал держать себя в руках, если я тебя обо всем распрошу». «Прекрасно. Так вы пришли расспросить меня? А то я удивился, зачем вы пожаловали?» «Во-первых...» Он заколебался, что случалось с ним крайне редко. «Во-первых, я тебе кое-что принес. Экономка мистера Озгуда любезно приготовила все это». Обернувшись, я увидел на столе огромный сверток в коричневой бумаге. «Напильники и веревочные лестницы?» предположил я. Вульф не ответил. Я развернул сверток и нашел внутри подушку, два одеяла и простыни. «Вот как, значит, обстоит дело!» Я повернулся к Вульфу. «Вы, кажется, упоминали мозги». «Замолчи!» — сердито буркнул он. «Сроду такого не было. Я звонил повсюду, обрывал телефоны, грозил. Но мистеру отдал, как в воду канул. С тех пор, как я узнал, что тебя задержали, он, видимо, нарочно скрывается от меня. А судья не может выпустить тебя под залог без санкции окружного прокурора». «Залог за моего доверенного помощника. Погоди, я доберусь до него. Только придется немного потерпеть». «Ясное дело. Вы станете терпеть у Озгудов, а я в этой вонючей камере в компании оголтилого уголовника. Клянусь, если он меня не прирежет, я спущу все ваши деньги в скорлупку. Что касается этих спальных принадлежностей, окажите любезность вернить их экономке. Одному богу известно, сколько мне суждено проторчать здесь, и я не хочу с самого начала завоевать репутацию маменькиного сыночка. А ось переживу». «Ты говорил о деньгах. Это вторая причина моего посещения». «Знаю, у вас вечно нет денег. Сколько вам нужно?» «Ну, долларов двадцать. Уверяю тебя, Арчи. Ладно уж, я достал бумажник и великодушно протянул Вульфу двадцатку. Только учтите, что я выйду отсюда вместе с клопами. Когда я работал на австрийское правительство, меня однажды бросили в тюрьму в Болгарии. Я скакнул к двери, открыл ее и завопил во все горло. «Эй, надзиратель! Я совершаю побег!» Откуда-то вынурнул надзиратель, помчался ко мне, спотыкаясь от усердия. За ним с испуганной физиономией показался Озгут. С другой стороны коридора голопом прискакал охранник с револьвером в руке. «Первоапрельская шутка!» улыбнулся я. «Проводите меня в спальню. Я хочу спать. Меня сморил деревенский воздух». «Шут, гороховый!» прогремел Озгут. Надзиратель облегченно захлопотал. Я весело пожелал Вульфу спокойной ночи и побрел в камеру, сопровождаемый бдительным охранником. Бейзел сидел на койке и причесывался. Он осведомился, из-за чего была шумиха, и я сказал, что со мной случился припадок. Узнав от Бейзела, что свет выключают ровно в девять, я стал приготовить постель. Пяти газет, по моим подсчетам, должно было с избытком хватить, чтобы застелить койку двойным слоем. Увидев, чем я занимаюсь, Бейзел даже перестал причесываться. Когда я закончил, он сказал, что газеты своим шуршанием не дадут заснуть ни мне, ни ему. Я ответил, что стоит мне лечь, и я мигом усну, как бревно, на что он зловеще отозвался, что в нашем положении это может оказаться не так просто. Тем не менее, я довел дело до конца. Где-то поблизости два голоса заспорили, считается ли 22 февраля национальным праздником, и в спор мигом вмешались другие. Около девяти в замке снова повернули ключ, и надзиратель возвестил, что ко мне пришли. Черт возьми, ухмыльнулся Бейзел, придется провести сюда телефон. Это не Вульф, подумал я. Остаются Уодл или Берроу. Но освобождать меня они не собираются, а все остальное может подождать до утра. Я решил проявить характер. Скажите, что я уже сплю. Даже при адском тюремном освещении я заметил, что у тюремщика челюсть отвисла. Разве вы не хотите ее видеть? Глупо спросил он. Ее? Пришел мой черед удивляться. Ну да, вашу сестру. Черт бы меня побрал, так это моя обожаемая сестричка. Я пошел на свидание по двум причинам. Во-первых, из любопытства. Конечно, это могла оказаться Нэнси или даже Каролина, но я вычислил, что это Лили, а удостовериться в своей догадливости можно было только взглянув на самозванку воочию. Во-вторых, я осознавал, что мой долг – отблагодарить посетительницу, кто бы она ни была. В девять часов никаких посещений в тюрьме не допускалось, так что Лили, если это она, должна была изрядно подмазать тюремщиков. А я терпеть не могу, когда деньги тратят попусту. Пожалуй, впервые, припомнил я, кто-то платил за удовольствие меня видеть. Я даже растрогался. Это оказалось Лили. Старший надзиратель восседал за своим столом и на сей раз не ушел. Лили примастилась на стуле в темном углу, и я подошел к ней. «Привет, сестренка!» Я сел рядом. «Знаешь, – начала она, – вчера я размышляла, что бы с тобой сотворить, но мне и в голову не приходило посадить тебя под замок. Когда тебя выпустят, я, пожалуй, именно так и сделаю. Кстати, когда это произойдет?» «Понятия не имею. Во всяком случае, Рождество, я надеюсь, встретить дома. Как поживают мама, папа, Оскар, Виолетта, Артур?» «Прекрасно!» «Здесь уютно?» «Потрясающе!» «Тебя кормили?» «Еще как!» «У нас свой снабженец!» «А деньги у тебя есть?» «Сколько угодно!» «Сколько тебе нужно?» «Я серьезно!» Она открыла сумочку. «Не надо!» «Я предостерегающе поднял руку. Джимми Пратт уже дал мне сегодня 10 долларов, и я оказался из-за них в тюрьме. Деньги – корень зла!» «Что я могу для тебя сделать?» «Милый скамильо!» «Я пришла повидаться с тобой!» «Я уже догадался!» «Ты принесла какое-нибудь постельное белье?» «Нет, но могу достать!» «Тебе нужно?» «Нет, спасибо, это я просто из любопытства. Мне вполне хватит газет, но можешь сделать одно одолжение?» «Я глаз не сомкну, пока не сделаю тебе одолжение!» «Ты можешь не спать в 12 часов?» «Конечно!» «Пожалуйста, позвони в полночь Озгудам и вызови Нира Вульфа. Скажи ему, что ты, миссис Тит Гудвин, что ты только что прилетела из Кливленда и остановилась в Кроуфилде в отеле. Скажи, что получила от своего сына Арчи телеграмму, в которой сынок сообщил, что сидит в тюрьме, несчастный, всеми брошенный и одинокий. Спроси, какого черта он засадил меня в тюрягу. «Скажи, что подашь на него в суд и хочешь с ним встретиться рано утром, а еще добавь, что он должен как можно быстрее исправить свою ошибку и искупить вину». «Настаивай, что он должен искупить вину». Я замолк и немного подумал. «Пожалуй, этого хватит». Лили кивнулась серьезным видом. «Я усвоила. В этом есть доля правды?» «Нет, это мне все приснилось. В таком случае я готова его хоть сейчас извлечь из постели. Пусть садится в машину, едет в отель и ждет меня. Но лучше в полночь. Не вздумай, он убьет меня. Хватит того, что я сказал». «Ладно, что-нибудь еще?» «Нет». «Поцелуй меня». «Не могу, я еще не умывался. Забудь про все, что между нами было. Я должен соблюдать осторожность. Однажды в метро я поцеловал девчонку, и когда она пришла в себя, то оказалась на крыше Эмпайр-стейт-билдинг». «Боже всемогущий, а тебе не приходилось отправлять кого-нибудь прямиком в рай?» «Рай кишит ими». «Когда тебя отсюда выпустят?» «Не знаю, спроси Неровульфа, когда будешь звонить ему». «Ну что ж». Она пронзила меня взглядом, и я мигом вспомнил, как ощущал себя картофелиной, с которой срезали кожуру. «Теперь о том, зачем я пришла. Любой залог на любую мыслимую сумму я могу подготовить к одиннадцати утра. Как ты на это смотришь?» «За меня могут дорого запросить». «Я же сказала, на любую сумму». «Неровульф может приревновать. Я сойду с ума, если вы устроите торг из-за меня. Но спасибо». Глава восемнадцатая В девять утра Безил сидел на койке, свесив ноги, и причесывался. Я тоже сидел на койке, все еще покрытой измочаленными газетами, и ожесточенно чесал сначала плечо, потом бедро, потом левую руку. Я чесался и напряженно морщил лоб, пытаясь вспомнить название книги о тюремных реформах, которая стояла в книжном шкафу у Вульфа. Мне стало стыдно, что я не прочел ее, так как в противном случае работа над осуществлением моего замысла продвигалась бы живее. «Идея осенила меня, когда мы толкались в коридоре под предлогом так называемой зарядки». «Сколько уже с нами?» – спросил Безил. Я ответил, что подписали уже четверо, и еще трое дали согласие. Оставив бесплодные попытки вспомнить название книги, я вытащил из кармана блокнот и пробежал глазами из писанной странички. 1. Старшему надзирателю, окружному прокурору, главному прокурору штата, законодательному управлению штата и губернатору. Минимальные требования Союза заключенных Кроуфилдского округа. 1. Признание прав СЗКО. 2. Право принимать в свои ряды только членов профсоюза. 3. Коллегиальные решения по всем спорным вопросам, кроме даты освобождения заключенных и правозаключенных на ношение предметов, которые могут использоваться для нападения или побега. 4. Запрещение локаутов. 5. Еда. Под едой подразумевается питательный материал, потребляемый или поглощенный организмом, и предназначенный для роста, работы, поддержания и восстановления жизненных процессов. Такой еды нам не дают. 6. Проведение водопровода во все камеры. 7. Уничтожение всех животных мельче кролика. 8. Эмалированные параши с герметическими крышками во все камеры. 9. Ежедневный осмотр постельных принадлежностей Комитетом граждан, движимых заботой о благе общества. В состав Комитета должна входить одна женщина. 10. Снабжение необходимым количеством комплектов шашек и домино. 11. Мыло без медузи и эссенции или чего-то другого, что в нем сейчас содержится. 12. Президент СЗКО назначает банный комитет, наделенный полномочиями, притворять в жизнь решения. 12. Подписи. Арчи Гудвин, президент. 13. Безил Грэхэм, вице-президент, секретарь, казначей. 14. И еще четыре подписи. 15. Я остался неудовлетворенным. Для начала, конечно, неплохо, но ведь в нашем коридоре содержался 21 заключенный. 16. Мы должны сегодня же собрать 100% голосов, Безил, решительно заявил я. 16. Ты, возможно, хороший вице-президент, секретарь и казначей, но агитатор из тебя никудышный. 17. Ты еще никого не уговорил? 17. Все дело в том, сказал он, отложив расческу, что ты допустил три ошибки. 18. Пункт девятый нужно сократить, убрав последнее требование. 19. Им не понравится, чтобы женщина шаталась по камерам. 19. Двенадцатый пункт вообще никуда не годится. 19. Даже на свободе никто не любит, когда суют нос в чужие дела. 20. В тюрьме же это особенно развито. 20. Но самое скверное, что ты сулишь за каждого завербованного дайм. 21. Это сразу настораживает и затрудняет нашу работу. 21. Что-то я не заметил, чтобы ты особо перенапрягался. 21. Не груби. 21. Я готов внести предложение. 22. Слабо увеличить приманку до четвертока за голову. 22. Но ты же сказал, не обращай внимания, так слабо. 23. Ну, я подсчитал в уме сумму. 23. 3.75. Идет. 23. А в скорлупку играть не хотел. 24. Что за странный мир? 24. Он встал и подошел ко мне. 24. Давай сюда ультиматум. 24. Я выдрал из блокнота листок и протянул ему. 24. Он бодро протопал к двери и выстучил на решетке условный сигнал. 25. Минуту спустя появился тощий, и Безил заговорил в полголоса. 25. Я встал и приблизился к ним, чтобы послушать. 26. Предложение платить за каждого завербованного в Союз Дайм меняется. 27. Теперь будет четвертак. 28. Напомни, что последний срок вступления в Союз истекает в полдень, после чего прием прекращается. 29. Скажи, что наш лозунг братства – всеобщее избирательное право и свобода. 29. Всеобщее издевательство? 29. Нет, избир... 30. Ладно, скажи просто. Братство и свобода. 30. И если им не по вкусу требования о женщине-борце за благо общества и другие требования, то единственный путь изменить их – вступить в СЗКО, который уже организован и функционирует. 31. Если они откажутся вступать, то все останется по-прежнему. 31. И не забудь, президент заплатит тебе по 25 центов за каждого подписавшегося. 31. Двадцать пять? Без трепа? 31. Спрашиваешь. Обожди секунду. Раз уж ты теперь доверенное лицо, ты наделяешься правом вступления в Союз. 31. Только за это четвертак не получишь. Это неэтично. 31. Верно я говорю, президент Гудвин? 32. Да. 32. Окей. Вперед, тощий. Не забудь, полдень – последний срок. Безил уселся на койку и достал расческу. 32. Значит, говоришь, агитатор из меня никудышный, ехидно спросил он. 33. Как агитатор повыше среднего, признал я. Но как казначей весьма посредственный. Ты склонен превышать кредиты. 34. Я до сих пор не знаю, сколько членов насчитывал СЗКО в пик своего расцвета. 34. Утром тощий завербовал четверых новых членов, и я честно выплатил ему заработанный доллар. 35. К десяти часам в Союз купило еще четверо, и он получил второй доллар. 36. Но затем я выбыл из игры, так как явился надзиратель и увел меня на очередное свидание. 36. Безил предложил, чтобы я оставил ему доллар 75 на всякий случай. 37. Я посоветовал проявлять больше доверия к своему президенту, но тем не менее согласился с его доводами и раскошелился. 37. Капитан Берроу с невозмутимым видом поджидал меня перед кабинетом старшего надзирателя. 38. Он сухо указал мне, куда идти, и провел в противоположное крыло к той самой двери, в которую я заходил во вторник в сопровождении Озгуда и Вульфа. 39. Мы очутились во владениях окружного прокурора. 39. Кодал встретил нас, сидя за столом и прищурив глаза, отчего его пухлая физиономия казалась еще более округлой. 40. Я промаршировал к столу и непочтительно брякнул. 41. Нировольф хочет видеть вас, мистер. 41. Сядь на место ты, прорычал Берроу. 41. Я сел и принялся демонстративно чесать бедро, потом плечо, бок и руку. 42. Ну так что? – спросил Уодал. 41. Переменили свое мнение? 42. Да, – ответил я, – полностью. 43. Прежде я думал, что те, кто выступают с речами и пишут книги о тюремных реформах, всего лишь сентиментальные тупицы. 43. Теперь же… 44. Прекрати, – рявкнул Берроу. – и перестань скрестись. 44. Не будьте легкомысленны, – жестко сказал Уодал. 44. Мы располагаем данными, что вы укрываете важные сведения по делу об убийстве. 44. Они нам нужны. 45. Он стукнул кулаком по столу и нагнулся ко мне. 45. И мы их получим. 45. Извините, – ухмыльнулся я, – но я вынужден просить у вас прощения. 46. Дело в том, что моя голова настолько занята мыслями о Новом Союзе, что я не в состоянии думать ни о чем другом, даже об убийстве. 47. Я стер улыбку со своего лица, ткнул в прокурора обвиняющим перстом и заговорил угрожающим тоном. 47. Ваша голова тоже скоро будет очень занята. Не надейтесь, что вам удастся легко отделаться. 48. СЗКО уже набирает силу. Как вам понравится, если вас вышвырнут отсюда? 48. Не дурите! Неужели вы думаете, что Озгуда такой большой вес в нашем округе? И что это за СЗКО? 49. Я ждал этого вопроса, так как народные избранники всегда трепетно относятся к новым организациям. 49. Поэтому произнес как можно более внушительным голосом. 49. Союз заключенных Кроуфилдского округа. Я его президент. 50. К полудню в Союз ступят все заключенные. Наши требования включают. 50. Я замолчал и приготовился дать отпор, поскольку Бэрроу вскочил и решительно шагнул ко мне, словно готовый меня ударить. 51. Но на полпути он остановился и произнес с расстановкой. 51. Не бойся, здесь тебе ничего не грозит. А вот в подвале у нас все для этого оборудовано. Или в казармах. 52. Заруби себе на носу и прекрати валять дурака. 53. Раз уж вы настроены так серьезно, я пожал плечами, то я вам кое-что скажу. Если хотите, конечно. 54. Когда мы с тобой покончим, сам поймешь, насколько серьезно. 54. Ладно, ладно. Во-первых, если вы думаете запугать меня подвалом, то вы настолько глупы, что вас не стоит и оплакивать. 55. Это противоречит здравому смыслу, не вытекает из обстановки и, главное, я сам не согласен. 55. Во-вторых, о том, чтобы не валять дурака. Вы сами начали ломать комедию. Вы не разбираетесь в людях. 56. Есть, конечно, слабаки, которые не выдержат и расколются после ваших угроз. 57. Но как по-вашему? Сколько времени я продержался бы в качестве доверенного помощника Нира Вульфа, будь я таким, как они? 58. Взгляните на меня. Неужели не видно разницы? 58. В-третьих, о сложившейся обстановке. Все настолько просто, что понятно даже мне. 59. Вы полагаете, что мне известно нечто, что по праву должно принадлежать вам. 60. Благо, вы расследуете убийство. Я же настаиваю на обратном. 61. Что мне остается делать при таких обстоятельствах? Держать язык за зубами. 62. Что можете сделать вы? Только арестовать меня и освободить под залог с обязательством явиться по первому требованию. 63. Вернусь на секунду к вашему замечанию о моем поведении. Вы заслужили эту комедию, поскольку сами вели себя, как пара последних шутов. 63. Вы не устали от моего монолога? 64. Бэр Роу сел на стул и посмотрел на Уодделла. Окружной прокурор сказал. 64. Мы не полагаем, что вам известны многие факты. Мы в этом уверены. Так что это не комедия. Вы расскажете, что вам известно? 65. Мне нечего добавить. Вы понимаете, какому риску подвергаетесь? Вы советовались с адвокатом? 65. Мне это ни к чему. Вы слышали мое выступление. Найдите юриста, который бы его опроверг. 66. Вы упомянули освобождение под залог. Я воспротивлюсь этому. Если же ходатайство удовлетворят, то сумма залога окажется столь велика, что будет вам не по карману. 67. Чушь собачья. Плевал я на сумму. Не забивайте свой крохотный мозг такими серьезными проблемами. 68. Отец моей сестры – богатейший швейный магнат. 69. Ваш отец? Я сказал, отец моей сестры. Связи моей семьи вас не касаются. Тем более, что они слишком сложны для вашего ума. 69. Кстати, он заодно еще и отец моей матери. Поскольку этой ночью, разговаривая по телефону, моя любезная сестрица была одновременно и моей матерью. 70. Но он не мой отец, так как я его в глаза не видел. 70. Бэр Роу выгнул шею и с сомнением возрился на меня. 70. Не знаю, начал он. Может, нам следует показать его доктору Сэккету? 71. Это обойдется нам в пять долларов, а он того не стоит, – возразил Одел. 72. Отведи его назад, в камеру. А если он опять начнет юродствовать со своим СЗКО, прикажи Олли посадить его в одиночку и пусть Олли проверит. 73. Дверь распахнулась и вошел Нейровульф. Он выглядел ухоженным и отдохнувшим, в чистой желтой рубашке с коричневым галстуком в полоску, но в нечищенных ботинках. 74. Я сразу обратил внимание на все эти мелочи, пока он только шел по комнате своей обычной неторопливой походкой беременной утки. 74. Я тут же начал яростно чесать ногу. Вульф остановился и спросил, – Что ты делаешь? Что случилось? 74. Ничего, у меня зуд. Посмотри на свой пиджак. А брюки? Ты что, спал в них? 75. А вы думаете, что мне выдали шелковую пижаму? Очень рад, что вы пришли. Так приятно вас видеть. 75. Мы тут очень мило болтали. Вы разговаривали с моей мамой? Она убита горем. 75. Вульф что-то пробормотал, поздоровался с остальными присутствующими и обвел глазами комнату. 76. Затем шагнул к Берроу и вежливо произнес. 76. Простите, капитан, но вы заняли единственный стул, который способен меня выдержать. Надеюсь, вы согласитесь пересесть? 76. Берроу открыл было рот, потом закрыл его, встал и молча пересел на другое место. 76. Вульф благодарно кивнул, уселся и устремил серьезный взгляд на окружного прокурора. 77. Вас трудно разыскать, сэр. Вчера вечером я потратил на поиски несколько часов. Я даже подозреваю, что вы от меня скрывались. 78. Я был занят. Вот как? Используй. Берроу что-то прорычал. Удал подался вперед, и его ладони сжались в кулаки. 79. Послушайте, Вульф, угрожающим тоном заговорил он. Разговаривать с вами? Пустая трата времени. 80. Что вы рассказали мне о вашей беседе с Бронсоном? 80. Какую пользу я из этого извлек? Нулевую. Вы водили меня за нос. И еще утверждаете, что я от вас скрывался? 80. Мой вам совет. Либо прикажите своему помощнику не ломаться и выложить все на чистоту, либо сделайте это сами. 80. Вы слишком взвенчаны, сказал Вульф с тяжелым вздохом. 80. Вчера, капитан Берроу, сегодня вы... 81. Вы слишком впечатлительные люди. 81. Достаточно впечатлительные, чтобы понять, когда нас водят за нос. 81. Радости это не прибавляет. 81. И не думайте, что покровительство Озгуда развязывает вам руки. 81. Может, раньше Озгуд и был шишкой в этом округе, но не теперь. Не исключено, что его ждут большие неприятности. 81. Понимаю, миролюбиво сказал Вульф. 81. Это, конечно, враги. Но злые языки утверждают, будто вы придерживаетесь версии, что сына мистера Озгуда убил Бронсон. 81. А убийство Бронсона — это акт мести. 81. Надо же вообразить такую нелепость. 81. Это же детский лепет, мистер Озгуд. 81. И такое же ребячество — ваше заявление, что я рассчитываю на покровительство мистера Озгуда. 81. Если я и соблаговолю вступить с вами в переговоры. 81. Не утруждайтесь, — рявкнул Одел и вскочил на ноги. 81. За пару медиков я бы запер вас вместе с Гудвином. 81. Вон отсюда. В следующий раз я буду слушать ваше разглагольствование на суде. 81. Отведите Гудвина, капитан. 81. Не спешите, — все так же миролюбиво произнес Вульф. 81. Я заставил себя прийти к вам только из-за мистера Гудвина. 81. Вам придется меня послушать. 81. С какой стати? 81. Потому что я знаю, кто убил Клайда Озгуда и Говарда Бронсона. 81. А вы не знаете. 81. Берроу выпрямился, как ужаленный. 81. Уодил выпучил глаза. 81. Я ухмыльнулся и пожалел, что рядом нет Безила. 81. Он бы сказал, под какой ложкой горошина. 81. Более того, — как ни в чем не бывало, — продолжал Вульф. 81. Докопаться до истины вам не по зубам, и уж совершенно невозможно найти доказательства. 81. Поэтому обстоятельства принуждают вас выслушать меня. 81. Вас выслушает судья! — выкрикнул Берроу. 82. Стыдитесь, капитан. 82. Вы пытаетесь запугать меня тем же способом, что и мистера Гудвина? 82. Хорошо. Я скажу судье, что пошутил. 83. Если он тоже окажется идиотом и задержит меня... 84. Что ж, я внесу залог. И что вам остается делать? 84. Вы беспомощны. Заверяю вас. 85. Он просто блефует, — взорвался Уодил. 85. Помилуйте, сэр. С моей-то репутацией? 85. Вульф поморщился. 86. Я слишком дорожу своей репутацией, чтобы... 86. Вы утверждаете, что знаете, кто убил Клайда Осгуда и Бронсона? 87. Да. Тогда, клянусь богом, я готов вас выслушать. 87. Уодил откинулся на спинку стула, снял телефонную трубку и приказал. 87. Пришлите Филлипса. 87. Филлипса. 88. Вульф удивленно вскинул брови. 89. Стенографиста. 89. Вульф покачал головой. 89. О, нет. Вы меня неверно поняли. Я пришел за мистером Гудвином. Он мне нужен. 90. Нам тоже. Мы его пока поддержим. 90. И повторяю, если вы захотите внести залог, я решительно воспротивлюсь. 90. Дверь открылась и вошел прыщавый молодой человек. Уодил кивнул ему, и он уселся, открыл блокнот и приготовился записывать. Вульф, не обращая на него внимания, продолжал. 90. Перейдем к делу. Мне нужен мистер Гудвин. Если бы вы не скрывались от меня вчера вечером, он бы уже помогал мне. Предлагаю вам на выбор две альтернативы. 91. Вы немедленно освобождаете мистера Гудвина. С его помощью я быстро соберу недостающие доказательства и доставлю их вам вместе с убийцей, живым или мертвым. 92. Вы отказываетесь выпустить мистера Гудвина. Его отсутствие существенно усложнит задачу сбора доказательств. Но я все равно добуду их и доставлю убийцу мистеру Лейку. 93. Мне сказали, что газета Кроуфилд Дейли с удовольствием сообщит своим читателям все подробности великолепной сыскной работы мистера Лейка, и налогоплательщики поймут, что не зря тратят на него деньги. 94. Вам очень повезло, что мистер Гудвин оказался в ваших руках. В противном случае я ни за что не стал бы к вам обращаться. 95. Вульф устремил пристальный взгляд на окружного прокурора. 96. Ваше слово, сэр. 96. Он хочет сказать, делайте ваши ставки, пояснил я. 96. Заткнись, прорычал Берроу. 97. Я по-прежнему склоняюсь к тому, что это блеф, заявил Одел. 97. В таком случае... 98. Вульф приподнял плечи на четверть дюйма и опустил их. 99. Пойдем к мистеру Лейку. 99. Вы сказали, что знаете имя убийцы Клайда Озгуда и Говарда Бронсона. 99. Вы имеете в виду, что их обоих убил один и тот же человек? 99. Так дело не пойдет. 99. Вы все узнаете после того, как освободите моего помощника. 99. Причем я сам решу, когда поставить вас в известность. 99. Через год или два? 99. Зачем же? 99. Скажем, в течение двадцати четырех часов. 99. Вы в самом деле знаете имя убийцы и можете представить доказательства? 99. Первое – да. 99. А доказательства у меня будут. 99. Какие? 99. Говорю вам, так не пойдет. 99. Вульф покачал головой. 99. Я не собираюсь играть в кошки-мышки. 99. У вас будут убедительные доказательства? 99. Неопровержимые. 99. Одал почесал себя за ухом. 99. Немного помолчал, потом обратился к стенографисту. 99. Дай сюда блокнот и уматывай. 99. Прыщавый юнец молча повиновался. 99. Одал еще немного подумал, потом мрачно спросил Берроу. 99. Что будем делать, капитан? 99. Не знаю. 99. Берроу поджал губы. 99. Знаю только, что хотел бы сделать. 99. Прямо руки чешутся. 99. Это существенно облегчит положение. 99. Полдюжины ваших молодчиков не смогли бы ничего откопать, 99. А этот толстый умник знает имя убийцы. 99. Во всяком случае, уверяет, что знает. 99. Отдал, внезапно запрокинул голову и развернулся к Вульфу. 99. А кто еще знает, кроме вас? 99. Если Лейк или его помощники скрывают от меня... 99. Не волнуйтесь. 99. Они в одной упряжке с вами и знают не больше вашего. 99. Когда же вы успели все разнюхать? 99. Гудвин вам не помогал. 99. Мы его взяли сразу после того, как нашли тело Бронсона. 99. Клянусь честью, если вы блефуете... 99. Вульф потряс головой. 99. Оставьте. 99. Я знал, кто убил Клайда Осгуда еще в понедельник ночью. 99. Знал с той самой секунды, как увидел морду быка. 99. Тогда мне стал ясен и повод к убийству. 99. То же самое и с Бронсоном. 99. Все было очевидно с самого начала. 99. И вы знали все во вторник, когда сидели здесь и разговаривали со мной, с окружным прокурором? 99. Да. 99. Только тогда у меня не было доказательств. 99. Точнее, они были, но их уничтожили. 99. Теперь мне придется раздобыть новые. 99. Какие доказательства уничтожили? 99. Потерпите. 99. Уже почти 11. И нам с мистером Гудвином пора идти. 99. Мы должны поработать. 99. Кстати, я не хочу, чтобы нам докучали слежкой. 99. Это бесполезно, поверьте. 99. К тому же, если я замечу, что за нами следят, я сочту себя свободным от взятых обязательств. 99. Вы даете мне слово, что сдержите обещание? 99. Честное слово. 100. Ради Бога. 100. Только нечестное слово. 100. Мне не нравится это словосочетание. 100. Слишком часто словом «честное» или «честь» пользовались бесчестные люди и замарали его. 100. Я даю вам моё слово. 100. Но я не могу разговаривать с вами целый день. 100. Моего помощника задержали с соблюдением формальностей. 100. И я хочу, чтобы освободили его так же законным путём. 100. Одилл выпрямился, почесал себя за ухом, хмуро посмотрел на вытянутое лицо Берроу и потянулся к телефонной трубке. 100. Фрэнк, спроси судью Хатчинса, могу ли я заскочить к нему на минутку. 100. Нужно аннулировать ордер. Глава девятнадцатая «Может мне сходить поискать его?» – предложил я. «Нет. Мы подождём». «Мы сидели в комнате павильона, где размещалась дирекция ярмарки, но не в той, в которой во вторник встречались с Озгудом. Комнатка была загромождена мебелью и завалена бумагами. Был полдень». Выйдя из здания прокуратуры в сопровождении Вульфа, я поразился, увидев на стоянке наш седан. Вульф пояснил, что машину пригнал сюда один из работников Озгуда. Вульф велел взять курс на ярмарку. «Сперва мы заехали в главный павильон, осмотрели орхидеи и обрызгали их раствором. Вульф нанял служителя, который должен был ухаживать за цветами до субботы, а затем проследить за их упаковкой и отправкой. После этого мы прошли в помещение, где Вульф назначил встречу с Лу Беннетом, и вот прождали его там до самого полудня. «Если хотите знать мое мнение, — выпалил я, — то нам лучше всего изменить свою внешность, сесть в машину и как можно скорее добраться до Нью-Йорка или махнуть через границу в Вермонт и там укрыться в заброшенной мраморной штольне». «Не поясничай, Арчи!» Я засунул руки в карманы. «Я изучал ваше лицо без малого десять лет и наизусть знаю все ваши гримасы и ужимки, замыслы и настроения. Так вот, я беру на себя смелость утверждать, что не верю в существование доказательств, о которых вы распинались перед этими недоумками». «Ты прав. Они не существуют». «Я имею в виду доказательства, которые вы обязались представить через двадцать четыре часа». «Я тоже». «Но вы собираетесь их заполучить?» «Да». Я уставился на него. «Да, я так и думал, что рано или поздно это должно было случиться. Многие великие умы так кончали. Не думал только, что это протекает столь болезненно. Лучше бы это случилось со мной. Помню, моя бедная мамочка лет двести назад...» «Замолчи. Я своего добьюсь». «Чего? Направление в психушку?» «Да буду доказательства. Пока их нет. Быка кремировали. Больше ничего не осталось, чтобы продемонстрировать мотив для убийства Клайда. Что касается Бронсона, то мистер Лейк в полном тупике. Никаких отпечатков пальцев, кроме твоих, на бумажнике не оказалось. Никто не помнит, когда он зашел в павильон. Никто не видел его в чьем-то обществе. И полное отсутствие мотивов. В Нью-Йорке тоже ничего не нашли. Проследить телефонный звонок не удалось. Абсолютный вакуум. При данных обстоятельствах остается уповать только...» Конец девятой части Десятую заключительную часть вы услышите завтра Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала «Актер» Юрий Яковлев-Суханов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...